Лист кажется нам сплошной зеленой пластинкой. Даже с помощью лупы нельзя рассмотреть строение листа. Снимем с поверхности листа тонкую кожицу и рассмотрим ее под микроскопом. Клетки кожицы прозрачны, они плотно прилегают друг к другу. Кожица покрывает лист со всех сторон, защищая его от повреждения и высыхания. Это покровная ткань листа. В покровной ткани находятся многочисленные поры, устица. Каждая устица окружена двумя бобовидными замыкающими клетками, в которых содержатся зеленые пластиды хлоропласты. Изменение формы замыкающих клеток приводит к расширению или сужению устичной щели. Через открытую устичную щель в лист проникает воздух и испаряется вода. На нижней стороне листа устиц обычно намного больше. Рассмотрим поперечный разрез листа. Между клетками покровной ткани находится мякоть листа, клетки которой имеют неодинаковую форму. Под верхней кожицей листа расположены плотно прилегающие друг к другу удлиненные клетки. Они образуют столбчатый слой. В этих клетках много хлоропластов. Они расположены ближе к оболочке клетки. Под столбчатым слоем находится губчатый слой, в клетках которого хлоропластов меньше. Между клетками губчатого слоя остаются свободные пространства, межклетники, в которых циркулирует воздух, поступающий через устицы. Столбчатые и губчатые слои образуют основную ткань листа. Мякоть листа пронизана жилками, сосудисто-волокнистыми пучками. Сосудисто-волокнистые пучки составляют проводящую ткань листа. По ним проходит вода с растворенными в ней минеральными солями и органические вещества. Давайте еще раз посмотрим из каких тканей состоит лист. Все ткани, образующие лист, неразрывно связаны между собой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...